Двери Щелковского историко-краеведческого музея, как и других учреждений культуры, сегодня закрыты для посетителей. Но это не означает, что вся культурная жизнь на этом остановилась. Она просто ушла в другую, виртуальную, но все же реальность. В частности, продолжает свою работу музейный лекторий. Известный архитектор и давний друг нашего музея Алексей Воробьев не стал нарушать объявленный заранее график и выступил со своей очередной лекцией, адаптировав ее к реалиям сегодняшнего дня. В необычном формате, без зрителей, но при этом для широкой аудитории. Лекция была полностью записана на видео и готовится к показу. Темой лекции, посвященной, конечно же, архитектуре, Алексей выбрал интересное и близкое ему направление – театр и город. Вообще, оперный театр, я думаю, все знают, что это одно из главных в принципе сооружений в столицах. Вообще, театр – это понятие совсем городское. Театр, сельский театр – это такого понятия, в принципе, наверное, не существует. Единственное, что могут быть какие-то гастроли, да? Но вот именно как институция, она всегда принадлежала городу. А почему? Потому что город живет по определенным правилам. Есть понятие досуга. Публика занимается именно, ну, тавтология, к сожалению, публичной культурой. То есть она в нее вовлечена, и театр является, ну, таким центром притяжения, центром общения всегда. Мы обычно видим театр снаружи, видим зрительный зал, но это лишь малая часть, доступная зрителю. А между тем, театр как здание, как архитектурное сооружение является очень сложным объектом для профессионалов, отметил Алексей Воробьев. По сути, это иллюстрация того, что такое архитектура вообще – модель организации пространства и деятельности. Алексей рассказал об архитектуре театральных зданий, показал примеры, а также сделал акцент на том, как театры по замыслу архитекторов вписывались в организацию пространства в разных городах мира и в разные исторические периоды. Отсутствие зрителей в зале на качестве подачи материала не отразилось. Никуда от ситуации не деться, да. Я думаю, что надо просто всем успокоиться, воспринимать эту ситуацию адекватно, потому что если воспринимать ее неадекватно, это было бы, наверное, еще хуже. И, во-вторых, не забывать о своей повседневной жизни, потому что мы продолжаем жить и в городе, и со своими близкими. И то, что мы проводим лекции в записи, это одно из тех, наверное, подтверждений, что все-таки мы продолжаем жить и надеемся на то, что эта жизнь будет продолжаться. И опять же учиться жить дальше. И поэтому культура, чему и посвящены наши все лекции, в том числе и архитектура, это все-таки всегда деятельность будущего в какой-то мере. Мы на это будущее надеемся, поэтому всем здоровья и успехов, и не унывать. Сейчас сложно что-либо планировать, но по замыслу руководству Щелковского историко-краеведческого музея, когда жизнь вернется в привычное русло, возможно, эту лекцию Алексей Воробьев прочитает еще раз. Уже для реальной, а не виртуальной публики. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.